И здравствуйте, зрители и подписчики! В этом видео я расскажу о создании умного дома на ESP-8266. За основу я взял проекты, сделанные мной ранее, добавил в них новые функции и убрал некоторые баги. В описании будут ссылки на более детальное видео о каждом устройстве. Для всех проектов я разработал единое приложение, через которое вы сможете управляться каждым устройством. На создание этого проекта я потратил весьма много времени. Надеюсь, вы оцените моё видео лайком и подпишитесь на канал. Не буду тянуть время и приятного просмотра! Для начала давайте рассмотрим, как работает каждое устройство отдельно. Первое устройство – это уличный Wi-Fi термометр. Он измеряет температуру и влажность и отправляет вам на смартфон. Это устройство также определяет уровень заряда своего аккумулятора, который отображается рядом с кнопкой «Показать уведомления». Если нажать на эту кнопку, у вас появится следующее уведомление. Также я предусмотрел график изменения температуры и влажности. Он будет обновляться, только если включено уведомление. В своём видео об этом проекте я рассказал, какие нужны компоненты, как я сделал корпус и как собрать сам проект. Для того, чтобы измерять уровень заряда аккумулятора, вам понадобится делитель напряжения из одного резистора на 100 кОм и одного резистора на 330 кОм. Схема для пайки всего проекта будет выглядеть так. Следующее устройство – это система управления котлом и бойлером. На первой вкладке можно вручную включать и выключать котёл или бойлер. На этой же вкладке можно запустить таймер, по истечению которого котёл или бойлер выключится. Первый столбец – это дни работы таймера, второе – часы, а третье – минуты. Следующая вкладка – это режим по времени. Сначала вы указываете количество тенов котла, которые должны запуститься в определённое время, нажимаете на «Добавите» и выбираете время включения или выключения котла. Такое же режима есть и для бойлера. Последняя вкладка – это режим по температуре. Для него вам понадобится отдельное устройство. На платье есть P8266, которое измеряет температуру в комнате. После запуска режима у вас отобразится диапазон поддерживаемой температуры. Если температура в комнате ниже минимальной, включается котёл, который будет работать, пока температура не станет выше максимальной. Режимы по температуре и по времени также можно совместить. Можно указать, что, к примеру, в 12.00 режим по температуре запустится на мощности 1 тенов, а в 18.00 режим остановится. Получается, что в промежутке между 12 и 18 котёл будет включаться и выключаться. В зависимости от температуры в комнате, а вне этого промежутка, он вообще не будет работать. Далее у нас идёт умный ЭК-пульт. С его помощью можно управлять лампой, телевизором, кондиционером или РЧБ-лентой со смартфона. Лампу можно включать и выключать, переходить в режим сна, управлять яркостью и температурой света, переключать режимы температуры света, устанавливать яркости в 100 или 50 процентов и запускать таймер. Пульта телевизора поддерживает управление телевизором, выбор источника изображения, управление громкостью, переключение каналов, кнопка ОК, выключение звука и меню. В пульте кондиционера предусмотрена установка температуры, режим работы, мощность вентилятора, запуск торбо-режима и подсветки дисплея на кондиционере. Как и в случае с котлом и бойлером, кондиционер можно включать и выключать по времени. А пульт RGB-ленты я сделал по подобию этого пульта. Следующее устройство это дверной звонок на ESP32 КАМО. Когда кто-то нажимает на кнопку звонка, плата ESP32 КАМО делает фотографию, загружает ее в Firebase и отправляет вам на смартфон сообщение о полученном сигнале. Если вместо кнопки подключить датчик движения, получится рабочая сигнализация или же фотоловушка. В приложении будут отображаться последние 5 с фотографией. Можно прямо с приложения отправить запросы на фотографию. После этого у нас идет с считывателя показаний счетчика. Также на плате ESP32 КАМО. его принцип работы в том, что плата сначала делает фотографию счетчика, затем при помощи встроенной нейросети определяет показания счетчика на фото и записывает полученные показания в Firebase. Эти показания можно потом просматривать в моем приложении. Плата ESP делает фотографию и записывает показания с заданным вами интервалом. При помощи этого устройства вы сможете отслеживать потребление электроэнергии, воды или газа прямо со смартфона. Последнее устройство это умные обогреватели. Как и в случае с котлом и ботилером, обогревателем можно управляться вручную по температуре, которую он сам измеряет и по времени. Режимы по температуре и по времени можно совмещать. Само устройство представляет из себя плату ESP 8266, блок питания на 5 вольт, модули реле и датчик температуры. К этому реле можно подключить к примеру керамический обогреватель и поддерживать определенную температуру в помещении или где-то еще. Теперь о том, как настроить каждое устройство. Но перед этим создайте пользователя в моем приложении. Давайте начнем настройку с Wi-Fi термометра. В описании я оставлю ссылку на GitHub репо истории со скетчами для каждого устройства и исходным кодом приложения. После сокровки скетча для Wi-Fi термометра вам следует его настроить. Для этого подключаемся к Wi-Fi сети Wi-Fi термометра, открываем устройство и нажимаем на кнопку настроек. Затем укажите данные вашей Wi-Fi сети и интервал отправки температуры и влажности. В каждом устройстве я предусмотрел специальную кнопку. Если на нее нажать подключить устройство к питанию и удерживать 3 секунды, у вас снова появится Wi-Fi сети для настройки. После настройки термометра откройте Компорт и подождите пока плата ESP выведет напряжение на аккумуляторе. При помощи мультиметра сравните напряжение на аккумуляторе с тем, которое вывелось в Компорт. Изменив значение этой константы откалибруйте напряжение и снова загрузите скетч. Для настройки системы управления котлом и бойлером откройте уже этот скетч. После его загрузки в плату ESP12F на этом модуле откройте настройки устройства и помимо Wi-Fi сети укажите ваш часовой пояс и количество тенов в вашем котле. Пока что я предусмотрел управление одним и двумя тенами. Если в вашем котле больше двух тенов, вам нужно разобраться в моем скетче и самим прописать логику управления тенами. Как я говорил ранее, для управления котломом по температуре вам понадобится отдельное устройство. Для того, чтобы отправить настройки ему, а не основному устройству, введите интервал отправки температуры. Скетч для этого устройства я также добавил в гитхаб. Настройки можно отправлять как и через Wi-Fi сети, то есть когда вы настраиваете первый раз, так и через Firebase, то есть их можно изменять по интернету. Для настройки умного ИК-пульта загрузите следующий скетч. Для того, чтобы плата знала, какие отправлять ИК-сигналы, настройте каждый пульт. Начнем с пульта освещения. Откройте режим настройки, выберите кнопку, которую нужно настроить и нажмите соответствующую кнопку на реальном пульте. Если некоторых кнопок на реальном пульте нет, в виртуальном или если в последнем есть лишние кнопки, просто проигнорируйте их. проделайте то же самое с пультом телевизора. Для настройки пульта кондиционера нажмите на любую кнопку на вашем пульте. После настройки пультова откройте главный экран устройства и отправьте ему настройки. Для настройки дверного звонка загрузите скетчи с данным названием. На экране настройки можно изменить разрешение фото, установить то, будет ли включаться вспышка, то, будут ли фотографии переворачиваться или отзеркаливаться, и то, будет ли плата после отправки фото переходите в сон для экономии электроэнергии. Настройка считывателя показаний счетчика осуществляется другим образом. В своем детальном видео об этом проекте я подробно рассказал, как его настроить. отличие только в том, что папку с исходным кодом, прошивкой и данными для микро-СТ карты нужно брать не из старого репозитория, а из нового. В случае с умным обогревателем загрузите уже этот скетч и настройте его таким же образом. Параметр уведомления нужно для того, чтобы при включении или выключении обогревателя в режиме по температуре вам на смартфон отправлялось уведомление. В моем приложении также есть настройки самого приложения. А на этом мое видео подошло к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всех с наступающим Новым Годом. Всем пока. пом.